У каждого строгальщика есть свои методы, как сказать, строгания. У каждого рода, у каждого района, даже можно сказать, в каждой деревне, каждый человек по-своему строгает. Поэтому мы не будем на этом расцикливаться. Друзья, оставляйте свои комментарии. Кто хочет отведать рыбки строганины, ставьте палец вверх, либо плюсик. Давайте поактивнее. Сегодня мы решили посмотреть, как эксперты в этом деле производят строгания рыбы. Еще бывает, как еще делают? Получается, немножко дают рыбе отойти от мороза, от холода, и потом разрезают по шее, по-моему, по голове или по хвосту, и потом снимают шкуру. Есть такое? Есть такое, да. У каждого, я говорю, еще раз повторюсь, у каждого свой метод. Поэтому. Друзья, принимаем участие, комментарии. Какие-нибудь вопросы есть у вас, друзья? Вот, смотрите, как снимается шкура. При этом, смотрите, вы снимаете, и многие писали нам то, что в рекламе, Алексей, наш мастер, он сострогал шкуру с рыбы вместе вот с вот этой вкуснятиной красной. Вот. И Гаврил Михайлович вот этот момент по-другому исполняет. Видите, когда? Как считаете, вкусная вот эта вот штука красная? Вот эта красная штука? Это что такое вообще? Она самая жирная штука. Видите, да? Самая жирная, да? Вот жир, вот видите, да? Вот белая, вот жирная. Поэтому считается, что это самый деликатес. Так, рыбка у нас нормальная, не подойдет овось. Есть такое поверье, когда приходит взять, знакомиться, например, новый человек. И начинается знакомство. И у нас считается, что строганина это самое хорошее угощение. И вот видите, да? А вот здесь брюшко, самое жирное место. И начинает отсюда строгать. И строгают, и когда ложат в таленку, и начинают ее вниз. Само вниз. А потом выстрогали и положили. И смотрят, как человек начинает кушать. Если он начинает копаться, искать вот это жирное место, Самое, да? Да, считаю, что этот человек жадный человек. Друзья, в общем, ждем. Как бы шутка. Ждем, когда верхние кусочки разберут. Выдержка вас не выдаст. Хорошо, в общем, разобрались, да? Что самое жирное место это брюшко. И вот это вот красное, это тоже самое вкусное, да? Да, 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 да. Так. Опа. Рыба, кстати, вот чтобы делать строганину, кондиция какая-то нужна рыбы? Чтобы, допустим, достали ее с балкона, с улицы. Вы знаете, да? Подождали, может быть, что пока она там пришла к себе. Когда человек очень не умеет, ну, я бы сказал, без опыта, лучше подождать, да, маленько, чтобы оттаяло. Ну, а вообще, вообще, идеально ее на улице обрабатывать. То есть строгать на улице? Только строгать, да, на улице. Ага. Да. Видите, да, вот так вот, в таком... Рыба в таком виде уже начинается строгаться. Вот, друзья, вот сейчас мы приступим к строганию. С помощью балл-турмаз мы будем строгать. Друзья, оставляйте свои вопросы, пишите это все в комментариях, мы будем отвечать, ведем прямой эфир. Именно по строганию, да? Именно по строганию. У каждого тоже, у каждого человека свои методы. Свои методы есть. И, да, свои методы строгания, кто как умеет. Ну, конечно, ну, я буду строгать так, как я неудобно. Да, хорошо. Да, давайте, да? Ну, я думаю, что вы заняли призовые места, поэтому это не только удобный способ, но еще и самый быстрый. Да, ну... Ага. Так, я, короче... Как слышно нас, кстати, друзья? Звук хороший? Я строгаю там, на конкурсах, всегда засекает время. Не официально, конечно, но засекает. И у меня вот на всю эту разборку, сборку, ну, на строгание где-то одну рыбу уходит. Ну, она у нас там примерно 2 килограмма всегда рыба. Ага. Килограмма не помню. Ну, стандарт есть какой-то. И у меня уходит где-то 57 минут. О, секунд. 57 секунд. Да. Ну что, друзья, может быть, мы сделаем за 57 секунд? Друзья, ставьте палец вверх. Стойте, стойте, Гаврил Михайлович. Давайте так. Если наши зрители поставят палец вверх, либо плюсик, вот, либо напишут, чтобы вы ее отстрогали, ну, в смысле, приготовили строганину за 57 секунд, то вы, как на соревнованиях, ее сможете приготовить. Друзья, ждем ваших ответов. Давайте подготовим пока вот это вот место. Я думаю, чтобы... Так, давайте вот это уберем и... Тарелочку, не можно, да? Да, вот это вот все уберем. Тарелочку. И тарелочку, друзья, пожалуйста. Тогда вот это все уберем отсюда, чтобы было чисто. Вот так. Аккуратно. А, вы... Обычно вот так вот делаются. Ух ты, еще и вот так делаются, да? Вот так вот делается. Видите, да, чтобы аккуратно. Вот так вот делается. Друзья, ну что, готовы? За 57 секунд Гаврил Михайлович сейчас приготовит вам строганину. Нет, 57 секунд. От начала до конца. А, с того, как вы еще вот эту шкуру сняли. Да, все со шкур. Вот я взял рыбу, начали, взял нож и пошло. За 57 секунд представлять. За 57 секунд. 56 или 57? Да, у нас это голова и все. Да, друзья, ну тогда, ну это интересно. Нам вон он сразу так сделает. Ну ладно, раз уже сняли шкуру, давайте покажите максимально быстро, как на соревнованиях. Итак, 3, 2, 1, погнали. Маленько уже подтаяло. Подтаило. Уже неудобно стало. Кусочки ровненькие. Смотрите, какая красота. Все со спины начинается, да? Двумя руками. Смотрите, какое удобное приспособление. То есть вы максимально... Да, то иди. Не надо держать ее в руке постоянно. Потому что еще когда ты держишь в руке, во-первых, рука мерзнет. А во-вторых, она начинает со хвоста таять еще. Потому что оно как бы тепло передается. Поэтому в этом плане это приспособленно удобно. Вот так вот. Пока рассказывали, уже конечно, рыба подтаяла. Ну ничего страшного. Зато много информации. И по рыбе у нас много информации было. Мы сохраним, кстати, прямой эфир, друзья. Всем советую его пересмотреть. Мы вначале рассказывали, как надо рыбу вообще правильно выбирать. На что обращать внимание на рынках. Потому что в данном случае наша рыба, она досталась. Мы ее купили на рынке. Но мы не знали, как ее убирать. И поэтому мы, во-первых, ее купили, которая была выловлена этим летом. Она была поймана в сети. Также у ней был открыт рот, что значит, что она умерла в воде. Ну, конечно, продукт не испорчен. Но, тем не менее, он уже не такой свежий, как, допустим, если бы его поймали зимой. И был бы рот закрыт, закрыт. И если была бы кровь на жабрах, то значит, рыба умерла от того, что быстро шоковая заморозка у нее произошла. Вот, соответственно, максимально свежий продукт бы получился. Ну, ничего, я думаю, не значит это, что вот это блюдо несъедобное. Скоро мы его отведаем. Друзья, оставайтесь в прямом эфире. Смотрите нас. Кто вот позже подключился, напоминаю, Гаврил Михайлович, он занял первое место в фестивале Строганина 2020 в Якутске. Потом поехал в Москву, занял тоже первое место. Это в сентябре. И сейчас его пригласили в город Турин, в Италию. И когда вы планируете туда поехать, Гаврил Михайлович? Так, мне должен прийти вызов, но, как сказали, это будет летом, наверное. Вопрос, где в Италии кто там делает Строганину? Да, мне тут тоже, когда сказали, что я буду там, это самое, и даже мне сказали, что ты даже будешь сравниваться с людьми из Африки. И меня это очень удивило. Откуда думали, ну Строганин? Ну, посмотрим, я сильно еще не понял, там, какие, может, по-другому что-то будет. Смотрите, друзья, очень важная информация. Так, видите, да? Со спины мы начали строгать ее. И вот. То есть угол начинаем брать. Вы видите, да? Кость пошла. Я беру чуть-чуть отсюда, так, до кости, чтобы вот эта жирная с этой стороны была. Видите, да? И с этой стороны беру. А, чтобы на каждом кусочке была вот эта вот красная вкуснятина. Да, чтобы вкуснятина была. Да, да, да. Вот это. Вот это очень важно, чтобы чуть-чуть хоть жид, хоть чуть-чуть попался. Да, 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 хорошо. Ну, все, наверное, да? Вот это надо как-то пока... Мы сейчас вот это вот заморозим еще, наверное, да? Подождать, чтобы она потверже была. Да. А с рыбой, до какой стадии ее вообще строгать? Пока там только позвоночник не останется? Пока, пока... Хребет. Пока хребет не останется. Я тут уберем. Видите, да, уже очень плохо. Она уже растаяла. Пока мы говорили. Ну, ничего страшного. Давайте ее маленько заморозим. Ну, на этом остановимся, наверное, да? Тут осталось ее дострогать немножко. Приспособление, как вы видите, очень удобное. Да, вот насчет приспособления. Оказывается, я, между прочим, если сказать честно, вот этим приспособлением сегодня первый раз использую для строгания. Ну, мне понравилось, как это самое... Потому что как-то удобно. И для людей, которые, ну, начинают только без опыта, по-моему, даже очень удобно будет. Тут ничего не надо держать. Все спокойно. И не спеша. Можно строгать. Все, супер. Ну что, друзья, подведем наш...